Отряд полковника Дапиери в составе Астраханского пехотного полка, батальона Кабардинского егерского полка, двух гренадерских рот Томского пехотного полка и сотни казаков Терского войска двинулся в стан шейх Мансура, равнинный аул Алды. Оставив часть команды у реки Сунжа 5 июля 1785 года, 2000-й отряд полковника Пиери проследовал к лежавшему в нескольких верстах от переправы к аулу. Предупрежденные об этой опасности алдынцы успели покинуть селение, скрывшись в ближайшем лесу. Шейх Мансур, не желавший войны с Россией, послал парламентеров к царскому отряду, но мирная делегация была расстреляна залпом в упор. Отряд Пиери ворвался в опустевшее селение, состоящее из 400 домов, разграбил и сжег его. Обнаруженные в ауле несколько человек, в том числе беззащитный старик и мальчик, были убиты. Чеченцы, на глазах у которых сжигали их дома и убивали родных, давались в бой, но шейх Мансур медлил. Войско Пиери двинулось обратно в лес. Шейху Мансуру сообщили о гибели его старшего брата. Чаша терпения была переполнена, мира уже быть не могло, и Мансур вытащил из ножен клинок. В лесу отряд Пиери попал в окружение. Со всех сторон зазвучали выстрелы. Царские солдаты и офицеры падали убитыми и ранеными. Отряд Пиери понес большие потери. В этот момент посланная сверху из густой листвы меткая пуля смертельно ранила самого полковника. Оставшихся без командира людей охватила паника. Чеченцы, вытащив шашки и кинжалы, с криком бросились в рукопашную. Раненый в ногу майор Каморский продолжал вместе с горской солдат обороняться штыками от нападавших алдынцев. Но вскоре получил еще одно ранение и скончался. Уже со всем отрядом Пиери было покончено. Только одна группа солдат продолжала мужественно отбиваться. Руководил ею 20-летний унтер-офицер-адъютант полковника Де Пиери. Под ударами чеченской келеньков легла вся группа. Но получивший несколько ранений, молодой офицер продолжал биться один. Наконец, обессиленный от потери крови, упал и он. Чеченцы узнали его. Шейх Мансуру передали, что этот офицер – сын грузинского князя Баграта из Кизляра. Шейх Мансур видел, как храбро сражался грузин. Он приказал перевязать офицеру раны, положить его на носилки, переправить через Сунжу и отдать русским. Стрядь Де Пиери был уничтожен. 162 солдата и две пушки были захвачены алдынцами. В сумерках факельная процессия горца вышла к переправе. Шедшие впереди с белым флагом седобородый старик и его товарищи перенесли покрытого буркой раненого и положили его у ног русских офицеров. Раненого сразу же узнали – офицеры хотели вознаградить алдынцев. Но чеченцы сказали – мы храбрых людей не продаем и не покупаем. Этим раненым унтер-офицером был князь Петр Иванович Багратион, будущий герой Отечественной войны 1812 года, немеркнущая славой России. Значение первого успеха чеченцев было велико. Резонанс в других областях Кавказа не заставил себя ждать. Эта победа сыграла важную роль в подъеме личного авторитета шейха Мансура. Вскоре, при большом стечении народа и посланцев со всего Северного Кавказа, он единондушно был провозглашен имамом Кавказа. Движение горцев стало охватывать всю территорию Кавказа – от Терека до Кубани. К концу 1785 года силы горцев составляли до 10 тысяч бойцов. Навременно с национально-освободительным движением усилилась и борьба крестьян против своих угнетателей – феодальных владельцев. Владители деревни Андреевской сообщали своим покровителям, царскому командованию, что народ из повиновения вышел. Есть у них намерение, чтобы нас из деревни выгнать. Под влиянием идей имама Мансура о равенстве, крестьяне убегали в лагерь у Шурмы или изгоняли своих князей. Именно простые крестьяне составляли основные силы воюющих за свободу и справедливость горцев. Под натиском народного сопротивления царское командование в панике оставляли мелкие посты и укрепления, стягивая войска в более сильные крепости.